Всем привет, с вами Reborn и вы смотрите Reblog. Сегодня, 1 августа, стартовало долгожданное продолжение, точнее, ответвление франшизы Форсаж, Хоббс и Шоу. Сеансы, конечно же, посетил в премьерный день, вот только дверь закрыл и встал перед камерой после сеанса, ну и решил вам рассказать свое впечатление, свое мнение по этому фильму. Поехали! Я сомневаюсь, что этот видос выйдет продолжительным, потому что... Ну, потому что Форсаж это не какая-то драма, где можно о чем-то порассуждать, что-то рассказать, выявить какую-нибудь гениальную игру актера, гениальные планы или что-то наподобие того. Нет, здесь все очень просто, поэтому мое мнение, наверное, будет минуты на 2-3. Если больше, то я пипец лью много воды. Ну, давайте начнем. Если вы смотрели мои реакции на трейлеры, последнюю я, например, кинул вот сюда вот по скважечке, если не смотрели, можете посмотреть. Я был в полном восторге от всех трейлеров. Ждал очень сильно этот фильм, но забыл про премьеру, но не мудрено, фильма выходит очень много. Хорошо, что мне кто-то напомнил, не помню кто. Наверное, все-таки интернет, кто бы мне еще мог напомнить про это. Короче, я сходил на Форсаж, если честно, ждал намного большего. Но давайте по порядку. Я не буду вам рассказывать сюжет или синопсис фильма, потому что смысла никакого нет. Признайтесь сами себе, мы на Форсаж идем не ради сюжета, ради экшена. Судя по трейлерам, нас ожидал взрывной боевик в стиле предыдущих частей, где будет очень много экшена. Очень много невообразимо крутого и тупого экшена. Потому что, ну, все, что происходило на экране, это просто невозможно, чтобы это происходило в реальной жизни. Все это было полным бредом. Зато в трейлере это казалось просто шикарным бредом. По трейлеру я надеялся, что экшен будет просто ненавообразимо огромном уровне. В принципе, так оно и оказалось. Только в трейлере нам показали все шикарные экшен-моменты. На минуточку, в предыдущих частях хотя бы одну экшен-сцену от нас спрятали. Я не буду вспоминать, какие именно, потому что не помню, но это точно было какие-то спрятанные сцены. Здесь же все нам показали в трейлере. Все, что происходило в самом фильме, я смотрю, думаю, я же это уже видел. Почему вы не хотите мне еще чем-нибудь удивить? Это очень было дико неудобно. Я потому что надеялся на какую-нибудь финальную экшен-сцену, где нам покажут что-то невообразимо классное. Нет, не показали. Все, что показали в трейлере, показали в фильме и ничего больше. В этом моменте я очень разочаровался, потому что весь экшен я увидел в трейлере, ну и фильм меня ничем не удивил. Что насчет актеров? Главные роли здесь исполняют Дуэн Джонсон и Стэттем. Про актерское мастерство здесь говорить смысла нет. Они, можно сказать, спортсмены, а не актеры. С каменными лицами, со своей, конечно же, шикарной харизмой. Они тащили этот фильм, но, если честно, по-моему, Стэттем немного проседает на фоне скалы. Как-то его практически незаметно. Каменное лицо и каменное лицо. Скала, по-моему, перетягивала на себя все одеяло. Да и вообще, если честно, вот эта вот часть форсажа, это типичный фильм скалы. Ничего больше, ничего меньше. Хотите посмотреть на скалу? Обязательно сходите на него. При просмотре трейлеров я выделял момент, что там будет очень много перепалок между главными героями. Действительно, их было очень много. В некоторых моментах они были даже очень забавными. Но и сцены настолько затянутые, что уровень погружения в фильм просто падал. Ты думал, когда же вы уже, блядь, наговоритесь и будет уже какое-то действие. Я еще понимаю, если бы диалоги были как-то выверены, не знаю, было бы побольше шуток. Но нет, они были крайне скучными. Если в начале, в начале диалога, я имею ввиду, было, ну, интересненько, да, прикольно, химия какая-то у персонажа есть, то после первой минуты срача, когда он еще длится минуты три или четыре, ну, это просто ужасно затянуто, я не понимаю вообще, для чего это. Ну, это, блин, не роуд муви, чтобы здесь было много разговоров и перепалок. Это же форсаж! О, с чем проблем нет, так это с музыкой и звуковым сопровождением. Звуковое сопровождение не надоедало. Оно нам помогало погружаться в какие-нибудь драматические или экшен-моменты. Где надо, оно нагнетало пафос на невообразимо огромный уровень. Вы уже понимаете, скала и стетам, это пафос на пафосе. Музыка, подобранная в фильме, ну, это просто вышка, где нужно заиграет рэп, где нужно поиграет какая-нибудь мелодичная мелодия, чтобы можно было расслабиться и насладиться видами, пейзажами. Кое-то там было, ну, есть немножечко, но очень мало, хотелось бы побольше. В фильме огромная куча нелогичных моментов, на которых я не очень хочу останавливаться, потому что, ну, это же все-таки форсаж, он чисто для развлечения. Но почему-то именно эта часть для моего развлечения как-то не очень подошла. Да, она хорошая. В некоторых местах она драйвовая, во многих местах, если честно. Но в каких-то моментах она затянутая, вот из этих разговоров, вот этих двух персонажей. Я не знаю, из-за чего это произошло, наверное, потерялась некая магия форсажа. Потому что в предыдущих частях участвовал Вин Дизель в качестве актера и продюсера. Это чисто его франшиза, он ее знает как облупленную. Он знает, что действует на людей. И мне кажется, Вин Дизель подходил к своей работе, как бы сказать, с большей любовью, что ли. Потому что Скала, ну, это просто коммерческий актер. Возможно, именно из-за этого Хоббс и Шоу у меня просел на уровне других форсажей. Но есть один момент, точнее два момента, которые мне просто, ну, очень дико зашли. И сейчас будут маленькие спойлеры. Так что, если вы вдруг боитесь спойлеров, выключайте видос. Хотя лучше досмотрите все-таки его до конца. Все уже давно шутили. Типа, у Форсажа будет кроссовер с Марвел. Дошутились, друзья. Здесь практически получился кроссовер с Марвел. Только не с тем Марвел, а с Марвел Фокс. Я думаю, те, кто посмотрел, поняли, о чем я говорю. В одном моменте, точнее в двух. И в двух сценах после титров. Да, если что, сцен после титров будет три. Так что не уходите с сеанса раньше времени. Короче, в начале, где-то в конце, еще в сценах после титров появился Райн Рейнольдс. Я просто при виде его начал дико угорать. Я думаю, господи, этот актер как-то не подходит под брутальное повествование Форсажа. И именно так и случилось. Потому что здесь Райн Рейнольдс, можно сказать, отыгрывал роль Дэдпула. Как мил кривлялся, короче, все, что он любит. Его появление, это просто бесценно. Мне кажется, только из-за него одного можно сходить на сеансы и просто посмотреть этот фильм. Ну и второе камео, которое здесь засветилось, это камео Кевина Харта. Того человека, который в последнее время снимается постоянно со скалой. Но я думаю, вы знаете, это такой вот карлик темнокожий. Ну вы поняли, да? Вот был как раз-таки один момент такой, где скала со Сцетоном срались. Уже было очень скучно, потому что они срались на протяжении трех минут. И тут встревает Кевин Харт. На лице сразу появляется улыбка. Он разряжает этот момент. Действительно было очень весело. И я очень рад, что для нас сохранили хотя бы такие секреты. Не экшн-сцены, так хотя бы два шикарных камео. И еще маленький спойлер. Все вы знаете, то что главным злодеем в этом фильме был герой Идриса Эльбы. Но над Идрисом Эльбой стоит еще какой-то злодей, которого нам не показали. Нам исказили его голос. Мы не поняли, кто это такой. Зато нам намекнули то, что Хоббс знает этого человека. Я вот задумываюсь, кто же это мог быть? Сейчас активно ходят слухи, что на роль антагониста в сиквеле возьмут Киану Ривза. Я надеюсь, что он сыграет именно этого персонажа. Только почему-то я не представляю его в этой роли. Надеюсь, я ошибаюсь, и Киану Ривз впишется в эту роль, впишется в эту франшизу. И из него злодей получится такой же запоминающий, как и все его герои наподобие Джона Уика или Нео из Матрицы. В заключении хочу сказать, что это неплохой фильм. Просто он не похож на Форсажа, который были до этого. Это фильм скалы. Чисто скалы. Если вы любите этого актера, если вы любите Стэтмана, то обязательно на него сходите. Если вы раньше любили Форсаж, думаю, вы немножечко разочаруетесь. Не то, чтобы прям сильно. Вы поймете то, что от Форсажа здесь практически ничего не осталось. Было несколько моментов, где чувствовалось дань уважения Форсажу, но не более того. Ну и давайте, наверное, заканчивать на этом. Если вам понравился видос, не забывайте ставить под ним лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. Кто же вам будет запрещать? Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылочки вы найдете в описании. Также не забывайте оставлять комментарий, как вам видос, понравился или нет. Как вам сам фильм, любите ли вы франшизу Форсаж или нет. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.